друзья рак предстательной железы 4 февраля это всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями и именно на этой неделе мы говорим о разных он наверно топ 10 самых коварных и популярных онкологических заболеваниях мы говорим с точки зрения статистики диагностики факторов риска и симптоматики мы осветим 10 самых популярных нозологий следите за этим подписывайтесь на канал андрей бирюзовский хэксплойер канал про здоровье поехали итак статистика традиционно канцерегистра итак почти 8000 в год заболевших раком предстательной железы все мужчины умерло 3 200 не прожили первого года 14 и 4 процентов то есть в принципе мы понимаем что болезнь серьезная но выявляет на довольно таких ранних стадий поехали по стадиям на первой стадии выявляет всего лишь 0 2 процента это это просто катастрофа то есть меньше процент объявляет на первой стадии рак предстательной железы вторая стадия 42 с половиной процент 3 24 24 то есть в принципе еще довольно таки много почти половину всех раков предстательной железы выливает вы выявляет на 3 4 стадии но такой себе такая себе диагностика друзья как вы считаете оставьте своими мнения в комментариях поехали по причинам фактором риска первое это генетическая предположенность да если у вас был рак пристательной железы по мужской линии обязательно обратите на это внимание и более внимательно относитесь к диагностике второе это влияние канцерогенных факторов в том числе и курение третье это как ни странно диета ну и четвертое это все доброкачественного образования гиперплазия простаты аденома простаты это все может вызвать рак пристательной железы друзья обратите на это внимание какие симптомы при раке пристательной железы но естественно все симптомы довольно таки не специфические они схожи и с аденомой простаты и с другими заболеваниями пристательной железы но на что обращаю внимание Это затрудненное мочеиспускание, проблемы при половом акте, какая-то эректильная дисфункция, друзья. То есть, еще раз, проблемы мочеиспускания, проблемы в половом акте, эректильная дисфункция. Все эти, конечно, вещи характерны и для простатита, но мы понимаем, что простатит и таком аденома, и так далее, гевиперозия, могут стать предтечи рака приставительной железы. Поэтому, если у вас есть хоть один из таких симптомов, идем к доктору, разбираемся. Что такое стадирование и что такое диагностика рака приставительной железы? Естественно, она начинается с двух маркеров. Это PSA, простат, специфический антиген, и PSA-free. Они сдаются в паре для точности диагностики. Также, естественно, базовым, базовым, супербазовым является УЗИ приставительной железы, трансректальное УЗИ приставительной железы. На этом мы говорим про скрининг, если вы помните видео. Так вот, трансректальное УЗИ, маркеры. Если необходимо, под УЗИ делается биопсия. Чтобы вы понимали, биопсию делают сегодня фьюжн-биопсию. Это довольно-таки интересная история. Если вам интересно, ставьте комментарий, мы сделаем на эту тему видео. Делается также рентген или КТ грудной клетки с контрастом, естественно. КТ и МРТ таза делается для распространения болезней. Делается остеосцентеграфия костей для понимания распространения болезней в кости. Ну и можно также часто применять МРТ простаты. Очень часто применяются МРТ простаты. Друзья, мы об этом помним. По назначению врача может, ну, давайте, ПЭТ-КТ специфическое, которое делается в нашей стране, для простаты не делается. ПЭТ-КТ делается с галием. И в нашей стране, к сожалению, этого нет. Вот, собственно говоря, вот и все про факторы риска, диагностику, статистику и симптомы рака предстательной железы. Вам всем здоровья! Это был Андрей Березовский, это был канал Хэксплойер, это канал про здоровье. Подписывайтесь, пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok